В новом исследовании использовались образцы лунного грунта. Геохимики из США провели анализ изотопного состава серы в образцах лунного грунта, собранных в рамках экспедиций Аполлон-15 и Аполлон-17. Данные, полученные в ходе анализа, позволили восстановить историю формирования единственного спутника Земли. Научная статья была опубликована в журнале Science Advances. Известно, что предыдущие исследования определяли изотопное отношение серы исключительно в валовых образцах горных пород. В новой научной работе специалисты оценили соотношение изотопов серы 34С-32С в оливиновых расплавных включениях, а также в вулканических стеклах. Обнаруженные изотопные сигнатуры свидетельствовали о том, что на начальном этапе формирования спутника Земли появилось лунное ядро с последующим образованием океана лунной магмы. После застывания магмы внутри Луны появились гетерромагнитные очаги. Их активизация стала причиной извержений лунных вулканов, сопровождающихся выбросом перокластического материала и вулканических газов. Этот этап стал завершающим в процессе фракционирования изотопов серы. Специалисты отметили, что данное исследование не помогло им выяснить, имеют ли ядра Луны и Земли одинаковую сигнатуру изотопа серы. Однако ученые сумели установить, что Земля и ее естественный спутник проходили через одинаковые процессы магматической дифференциации и дегазации. Спасибо за внимание! Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости, здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира.